Святой Николай, в день рождения, получалось в Евангелие, в Евангелие, в Евангелие, в следующем дню. Вот, в Евангелии, в Евангелие, оно особенно относится к памяти Святой Николая, потому что о нем церковь сказала правила веры и образ скрутости, образец скрутости, правила веры, ибо Он по своему настроению духовному явил особый пример ревности по Бозе, как Илья про верну и верну, по Господи Боже всех жителей. Так, Сей Николай на Первом Северном Соборе ревностно выступил в защиту Сыновства, Сына Божия, Иисус Христа, Бога-Человека, рожденный, несотворенный, как Его исповедует Харсаловна Церковь. И вот в этой ревности Он заушил Арию. И вот это сочетание удивительное, которое обычно в жизни люди не совмещают. С одной стороны, такое дерзновение, такая ревность, что Он нанял судак богохульнику, а с другой стороны, сказано образ кровности. Сам Господь сказал, улучшите мне, кровь и песнь, и смирен сердце, обречество по и душам вашему. На сочетание, с одной стороны, ревности, с другой стороны, какой вот, можно сказать, с одной стороны, воинственности, с другой стороны, протости. Оно удивительно в жизни Иисус Николая, в иконах, которые Святая Павлославная Церковь прославляет Святого Николая, он в одноруме надержит и церковь, с одной стороны, с другой стороны, меч. Сочетание тоже удивительное. С одной стороны, меч. А прежде всего, это меч духовный, если есть Богом Божьим. Святый Николай, он, как говорит о нем, милостью Духа Бога. Можно сказать, что о нем сказано в Евангелии, самим Господом. «Верное имя, дела я же оттворил, то и сотворил, и больше всего сотворил». Это как можно было сказать самому Сыну Божию, что будет, верующий в Него, больше, чем Господь сотворил. На самом деле, Господь везде творит Господь. Но, как человек воспринимает, человек, люди воспринимают действия человека, не разделяя, часто не думая о том, что какой силою Он творит. Господь Иисус творил Своей силой. Он был Богом человеком. Все святые творят силу Божию. Как говорит апостол Павел, благодатью Божией есть, и есть. Больше того, проходит столетие, десятилетие. И когда Матавин обращается к Велогу Серафимову, чтобы он вылечил его, он говорит, «Да я ведь не леку. Я вот обошел врачей леку. Ну, вы можете исцелить». Тогда, и потом, и мне отвечают просто, «Исцеляет один Господь». А кто я такой, Бог Исерафимов? Вот, верующий ты в Господа Иисуса Христа, Сын Божий, истинного человека, его причистою, пристадив, Матерь Марии. Верую в Господу. Ну, и бездорог. Вот именно эта вера, действительно, он потом ее поднял. Как раз здоровь, я же сижу, поднял его. Ну, вот ты стоишь, но это вы меня подняли. Ну, теперь иди, пошел от Аминов, исцеленный, Благодаря Божия, преподобно все время. Вот так, из-под Николая, Благодаря Божия, в нем изливается с такой силой, что его весь мир знает. Даже там, где люди и не уразумевают истин православной веры, и там полноте, и там, с Николаем знаем всеми, даже с детьми. То есть, не боитесь, не будете как дети. И даже такое мирское празднование, как начало новолетия, там Санта-Клаус, святой Николай. Представляете, что он всегда, он утешается всех, как сказал, Иоанн Предтечи, одной рабе Божией, которая просила у него, по-земному просто просила, блиночек, блинков ей захотелось. Иоанн Предтечи сказал ей, ну, что ты пристал мне к своим блинам? Я жил в пустыне, я не знаю, что такое блины. Ведь даже святые иногда некоторых вещей не знают, такие великие, не знают блинов, кажется. Просили, говорит, вашего балования, который вас балует, святой Николая. Она стала его просить, и тут же получилась блины. Вот эти простые, такие детские примеры, они показывают, насколько святой Николай близок, насколько он действительно знает всем. есть удивительный рассказ, который любил приводить как пример простоты веры. Один очень образованный человек, профессор, библиалт, российский, лимфа, и так далее. Об одном старчике, который попал в больницу, вокруг окружения, знаете, как всегда бывает такое, всякое. Ну и вот, ну, он с крестом, естественно, ну, на него посматривает, иронический итог, там соседи покойки начинают с ним дискуссировать, иронизировать. Ну вот, где же Бог, вот это, видишь, нет ничего, нет, вот видишь, космос летали туда-сюда, где же там, где ангелы, там, что все, ставится, ну, действительно, нельзя пощупать так, как это же духовная вещь, считай. Ничего не мог возразить ему, когда он самый веский аргумент, самый надежный сказал, ну, ладно, это все ты там не рассказываешь, а вот скажи, святой Николай, есть или нет? Он говорит, ну, нет. Вот, это-то ты врешь. То есть, на столько, все это остальное там, изощрялся он своих мышлений всяких, все это он терпел, терпел, а уж когда святниколай сказал, что нет, вот это ты врешь. Так прямолинейно, просто. Поэтому, конечно, на самом деле, все это, святые, все они есть, и больше всего является Николай, в чем только он не помогает. Вспоминается даже в своей жизни пример такой, когда одна раба Божия, ее брат, ну, в то время был всем, занимающий некий повод, должен, всегда были, должны быть членом партии. и вдруг этот член, этот член потерял свой членский билет. Но это был криминал тогда, что это, что ему грозило, это неизвестно. и вот в этом своем таком печальном он считал стоянии, хотя, может, он бы радовался, что он застался с этой стучкой. Он стал святник «Николай, молитесь!» «Я в эту свечку поставлю!» Ну, это довольно так, это благодарность очень весомая, конечно, свечку, да? Видите, как, насколько смиренны святые, что святник Николай не помог, он нашел хатунице, причем где-то он катался и приехал туда, если на лыжах, и нашел там, в снегу, ну, и обрадован, и все, теперь все в порядке, теперь его не исключат, хотя, если бы исключить, это была особая милость, но он не понимал тогда. Одним словом, он спокойно улегся, и только что-то задымает, только слышит, ну, говорит, а свечку-то ставить, ну? что-то обещал свечку-то. Вот они как близко святые-то, а мы забываем о них часто. Мы часто в своих скорбях, в своих проблемах мы забываем и об ангелах и о святых, даже о святых Николаеве. Мы уже что по Богу забываем иногда. На самом деле, как церковь прославляет этого святителя нашего, по Боже Богородице все наши упования. В свое время, оказавшись некоторым трудным служебным положением, еще в своей молодости, что делать-то? Нужно просить помощь. Слава Богу, наоборот с детства стал Николаевич читать окажется. Придул натиратель, у меня больше ничего не было тогда с собой переписанной, потому что тогда это не было, было редко, не печатались, это был 50-й год. И все наладилось, все устроилось. Мы очень маловерны. Наша вера, она такая часто не отвлеченная, когда на самом деле вера должна быть в жизни конкретной, что действительно все это есть и не только есть, но и участвовать в нашей жизни. Участвовать в нашей жизни мы просто не обращаем внимания. нам приходят мысли. Мысли приходят. Они бывают как говорят, справа бывают слева. Вот один человек из множества чудес, их чудес море сказано, неизбавимые чудес море и не горает. Он был приказчиком у купца. Вот он едет на санях, значит, огонь у него вдруг спохватывается, что товара-то у него уже нет, который он отдал, а денег тоже нет. Хватился, денег нет. Он в ужасе потерял. Ну, кто поверил, что потерял, несколько тысяч. По тем временам это очень большие деньги. И вот он поезжал мимо Витя Свято-Николая, а следующее там был мост и река. Река быстрая, была плагия. Он знал это, он думал, все, нет. И мы стали возникать мысли о самоубийстве. А это прямо от дьявола. Все, что на убийство, самоубийство, все назвал, все это явный голос дьявола. И он уже даже поддался этому. А ты мысли вдруг присел свет, любил святия Николая и сказал, ты что задумал, по действию дьявольскому ты забыл, что ты дал под слово. Раньше настолько было доверие, что мог быть под слово дать товару все. Без всяких расписок и все. Но действительно сполнил, что это было так. Дьявол хотел погубить твою душу. Поэтому действие дьявольское того, он начинает смущать душу, он начинает подбрасывать соответствующие мысли. Вот здесь ты особенно нужно просить помощи Божьей. погубить и душу и тело это дело дьявольское. Как пока читается, помните, уже бы не нести на весом летающим погрузить кораблем хотящим, срепетив отгнал Исейх. То есть происходит какое-то волнение, буря, и враг старается, чтобы корабельщики как-то неправильно поступили, чтобы как-то произошло кораблекрушение, чтобы люди погибли. Исей Николай отгоняет Иссок. В другом примере есть такое повествование. Один человек был братом богатого очень человека и по его поручению выполнял тоже торговое поручение. И вот он едет с Иссоку, а фамилии-то одинаковые. Иссок решил, что это есть как раз этот богатый купец в лицо кто-то признал его и решил заманить его, договорившись с разбойниками, чтобы убить и ограбить. Он был и револьвер все-таки я ездил в Сибири по-моему где был. И вот завозят его в такое место он слышал какие-то звуки свист посвистывания позывные он понял, его завезли куда-то чтобы он вынимает револьвер и говорит гони ему тот ловко выбивает этот гони и он падает и он понимает что если за ним паянется он его убьет тоже ударит и вдруг в этот момент сиял свет и видел сидит Николай и говорит ему этому человеку ты что задумал решить что хочешь сделать совершить преступление он сказал дальше удивительные слова я слышу молитвы его жены и детей он будет спасен а ты погибнешь если не остановишься тот устрашенный этим приснул посмотрите а в это время уже разбойники вышли дорогу он их чуть не подавил там и летел до ближайшей станции где там ищицы потом упал и один на колени сказал прости меня он не знал выяснил что он ошибся я думал что ты есть тот самый человек но святник николаев был тебя от смерти от меня от вечной погибли это это одни из многих примеров представить святник николаев вот образ с одной стороны образ кротости а с другой стороны такой грозный плечень многие знают зои известные действительно это уже на нашей памяти было когда она чувствует бездумно с иконы святниколая потанцевать остолбенела и это было факт пример живой то есть святниколай действительно есть как это дедушка сказал если уж среди как дедушка конечно настолько это очевидно что тут просто явная истина не принимается вот этой вере и учит нас святниколай к несчастью мы вы сейчас подаем под действие дьявольской силы и так послушаем вы выполняемые поручения и так трудно на самом деле исполнять волю Божию потому что враг этого действия это но с Божьей помощью все возможно святниколай он замечательно в своем качестве дает пример как нужно отсекать логи дьявольских и как нужно действия дьявольской силы как сказано молитвы помнить причине мысли будут всех моих действиями как это действие пресекать молчаниями бы прежде борениями с полностью дьянию мысли приложили свой мысль и разум совершенств и жаловися я господи церкви то есть первое что нужно сдерживать это уста а дальше идет уже борьба с помыслами борьба с помыслами в ней одарить невозможно без помощи можно когда Матавил решил как это может для него воздействовать если он крещеный спрещается он крестом то было ему показано что видимо доступ вот это некое самомнение может быть минутное но все таки что как это такое может я это как только свое чужие обшлинулось и вопутало некое облако и стало входить в него и это воздействие нечестой силы поэтому здесь без помощи Божией стоять невозможно помните бездну адскую сутаму вергая то есть бездну верседии Божьей призываем Святим Николаем вот эти все слова относятся к Святим Николаю так и ко всем святым в разной степени только но Святим Николай прежде всего в нем особенно Господь собрал все эти добродетели и поэтому я поставил образцом правила веры и образ Бога поэтому будем стараться помнить о том какая война идет в этом мире душа и призывать помощь Святим Николая свой помощник и повозь Городице наше бывание поскольку Святим Николай он тайну Святой Троицы утверждал то так промысел Божий изволил он защищал единство Бога человека Иисус 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 Бог человек Боже Стоит человечество нераздельно неразлучно неизменно неразлучно неизменно неизменно неразлучно неразлучно нераздельно неслитно неизменно неразлучно нераздельно неслитно и было две памятки но поскольку исповедник Святой Троицы то Церковь теперь видите и третью память стала праздновать Святой Николай Аминь Аминь Аминь